Многие помнят Олега Тинькова после громкого скандала с каналом Немагия. Неужели ему прилетело за это? Олег Тиньков, владелец самого успешного дистанционного банка России, находится в непростом состоянии. Он ведет активную борьбу за свою жизнь и здоровье. В последние дни появилась новость, что он продает свое детище и его большую часть Яндексу для совместного слияния. Неужели у Тинькова больше нет сил быть активным? Но интересно другое, что могло привести его к такому состоянию, в котором он находится сейчас? Я думаю, что цепочка событий, которая началась еще с самого детства, запустила необратимый процесс, в который попал Олег Тиньков. Спонсор этого выпуска – масло для стимулирования роста и ухода за бородой Бирдман. Борода – очень важный элемент имиджа и стиля для многих мужчин. По опросам среди мужчин лидирует мнение, что после того, как они отрастили бороду, повысилась их уверенность в внимании женщин и серьезное отношение окружающих. Более тысячи мужчин уже отрастили бороду благодаря маслам от Бирдман. Вы можете попробовать их эффект на себе. Их визитная карточка – это набор из трех масел с приятными ароматами. Масла апельсин, корица и ваниль, бергамот, ускоряющие рост волос и масло классика для ухода. Природные компоненты масел не только стимулируют рост бороды, но и питают кожу, не давая ей сохнуть и шелушиться, и укрепляют волосы. Средства подходят для ежедневного применения, приводят порядок бороду за считанные секунды, удобная компактная упаковка 15 мл, двух упаковок вам хватит на месяц. Приобрести этот курс со скидкой в 20% можно на сайте, указав промокод МЕНТАЛ. Ссылка будет добавлена в описании. Сейчас очень популярное мнение о том, что важно выходить из зоны комфорта и создавать себе стрессовую ситуацию, которая будет мотивировать на развитие. Многие ищут вдохновения в историях и советах успешных бизнесменов и пытаются повторить их путь. Но возможно ли это сделать? Как на самом деле влияет на нас стрессовая среда? И как формируется личность под влиянием окружения? История Олега Тинькова поможет раскрыть этот вопрос. Олег Тиньков. 47-й списке богатейших бизнесменов России. Состояние более 2 млрд долларов. Основал несколько крупных бизнесов, сеть магазинов бытовой техники, заводы полуфабрикатов, пивоваренную компанию и сети ресторанов Тиньков. В 2006 году купил Химмашбанк, который сейчас известен как Тиньковбанк. Написал несколько книг, активно ведет социальные сети, долго вел канал на YouTube, где проводил интервью с бизнесменами. Олег известен во многом благодаря своей эпатажности и скандальности. Скандалы и стресс всегда были частью его жизни. Чтобы составить психологический профиль Тинькова, важно разобраться, в каких условиях формировалась его личность. Общепринятая теория о формировании личностных качеств говорит, что личность и черты характера закладываются еще в детском возрасте под влиянием окружающих факторов. В зависимости от того, как удовлетворялись или не удовлетворялись потребности в процессе созревания, у человека закрепляются те или иные мотивации. Известно, что Олег Тиньков увлекался велоспортом еще в подростковом возрасте и до сих пор его фанат. Поэтому этапы формирования личности Тинькова я бы сравнил с разными видами соревнований в этом спорте. Первый этап – гонки на длинные дистанции. В этом типе гонок важно рассчитать силы, чтобы пройти длинное расстояние. При этом распределение ролей в команде зависит от индивидуальных качеств. Возраст и выносливости уровня подготовки. Это очень похоже на то, что происходило с Олегом в начале пути. Его задачей было пройти этап взросления в непростой среде и выработать базовые качества, чтобы успешно преодолеть дальнейшую долгую дистанцию. Какие качества из велоспорта помогают тебе в твоей бизнес-деятельности? Терпение. Так. Терпение. Еще раз терпение. Олег Тиньков родился 25 декабря 1967 года в городе Полосаево Кемеровской области с населением в 25 тысяч человек. Жизнь в то время даже в городах-миллионниках была непростой, а в маленьком городке и подавно. Из книги Тинькова «Я такой, как все». Среда в Сибири жесткая, все по понятиям, лишнего сказать нельзя. Побьют. Почти зэковские законы. Будущий бизнесмен рос в семье шахтера и швеи. По воспоминаниям Тинькова воспитывали его строго. Эти детали важно учесть при составлении его психологического портрета. Но об этом чуть позже. Из открытых источников его книг и интервью можно сказать, что вероятность получения желаемых ресурсов была недостаточная. Жили бедно. Тиньков вспоминает, как завидовал своему двоюродному брату, у которого отец зарабатывал гораздо больше, чем отец Олега. В своей книге «Я такой, как все» Тиньков пишет. «Отцу я очень благодарен за то, что он заложил основы моего характера. Он учил меня быть честным самим собой, прямым, выносливым, любить свободу и ненавидеть тоталитаризм во всех его проявлениях. От мамы мне досталась неуемная энергия и, наверное, зачатки предпринимательских качеств. Она и в советское время пыталась подрабатывать, шила на дому». Как мы видим, родительское воспитание напрямую повлияло на формирование моральных качеств Олега Тинькова. Желание перемен и несогласие с окружающей действительностью мотивируют человека к последующему созиданию и развитию. Тот период был очень тяжелым с экономической точки зрения. Это значит, что стрессогенность окружения была весьма высокой. Тиньков неоднократно подчеркивал, что его детство было непростым. Например, в интервью Дудю он прямо говорит. «А тем более я Сибиряка, чья я из Ленинского-Знецкого, где у меня три зоны вокруг. Я вырос уголовниками в общем и целом». Так, следа, в которой рос Олег, сформировала его поведение. Он адаптировался к жестким условиям, что позволит ему в дальнейшем преодолевать возникающие трудности. А вот ресурсов ему было необходимо много. Об этом может говорить его интерес к спорту. Это форма не только физического развития, но и психологической готовности к соревнованиям и желанию побеждать. Быть первым. «Мне всегда хотелось успеха. Я думаю, спорт помог, потому что я был мастер спорта, мне хотелось все время выигрывать, я был там на педестале стоял. Когда я начал заниматься предпринимательством, мне захотелось побеждать просто». Также у него довольно рано возник интерес к коммерческой деятельности. Еще в школе он привозил джинсы соревнований и перепродавал одноклассникам. Потом было много попыток открыть бизнес. В студенчестве у Тинькова уже появились бизнес-партнеры, взлеты и падения. Из этого следует, что его нынешний высокий доход не от случайной удачной идеи, а результат систематических попыток получить желанные ресурсы. До банковской деятельности Тиньков перепробовал разные виды бизнеса. Торговлей, электроникой, звукозаписывающая компания, продукты, рестораны. Он развивал бизнес, продавал и открывал новый. Стремление получить как можно больше ресурсов только росло. Бизнес-среда помогала Тинькову применить и еще больше развить качества, сформированные с детства. Стрессоустойчивость и способность конкуренции, которые могут тянуть за собой агрессивность. Те условия, в которых находился Тиньков, стали неотъемлемой частью его программы поведения. Они сформировали некий язык, на котором Олег будет общаться с миром и, в том числе, воспринимать отношения других к себе. Олег видит агрессию и угрозу в свой адрес даже там, где ее нет. В таких случаях он начинает открыто нападать на оппонента. Яркий пример его интервью Ксении Сообщак. Где шикарные украшения на жене, где машины... А ты ее видела, чтобы судить, есть ли у нее украшения? Говорят, что у нее с украшениями не так хорошо, как у тебя с спортивными автомобилями. Олег воспринимает такой подкол, как прямую атаку и начинает довольно агрессивную контратаку, наращивая обороты все больше и больше. Понимаю примеры, кто говорят, вот эта ваша тусовка, это говорят эти там нищебродки. Я думаю, что 3% ее, так сказать, сейфа, там сказать, не снилось с твоим всем подружкам, так сказать, вашей тусовкой. Это Татлер, там, Шматлер. Это все, это зависть. Потому что она по сравнению с ними, она умнее их раз в пять всех. Она красивее их раз в пять. И с точки зрения уж денег, она богаче их в сто раз. Собчак не закрывает тему, продолжая его провоцировать. А Олег Тиньков еще больше заводится и действует по принципу «лучшая защита от нападения». Казалось бы, безобидная тема, которую можно свести в шутку, но Олег выбирает агрессивную тактику, как привычную для себя модель поведения в конфликте. Второй этап – гонки на время. Второй этап формирования личности Тинькова можно сравнить с типом велогонок – гонки на время. Тут необходимо показать сопернику свой уровень выносливости, в нашем случае – стрессоустойчивость. Одна из разновидностей этой гонки – спринт, где кроме силы и выносливости нужно проявить смекалку и выбрать удачную позицию перед финишированием. За ресурсы приходится конкурировать. И со временем личность адаптируется к этому. Развиваются такие навыки, как хитрость, профессиональная мудрость и психологическая сила, которые позволяют получать ресурсы необходимой личности для выживания. Чтобы расти и добиваться успеха в бизнесе, особенно в 90-х, приходилось часто пребывать в стрессовом состоянии. Среда, в которой формировался Тиньков, способствовала тому, что он выработал довольно агрессивную и требовательную тактику поведения. Она заметна во многих проявлениях. Во-первых, это тактика ведения бизнеса. С самого начала банк Тиньков вел довольно агрессивный маркетинг. Сотрудники активно обзванивали людей, ходили по квартирам с предложениями кредитов. Это Тиньков придумал рекламную схему с разрезанием карты конкурентов, которую потом блогеры используют против него самого. Это пошло из интервью Дудя с Эмираном. Самое невероятное предложение о рекламе, которое тебе делали. Тиньков, чтобы я разрезал свою карту Альфа-банка и завел сразу его. Ух ты, и сколько он предлагал за это? По-моему, полтора или два миллиона. Не, слушай, ну этот хатчик, конечно, п***л какой-то. Что-то рассказал там в каком-то интервью, что я у него какие-то там карты предлагал ему разрезать. Еще я ему не предлагал, я-то знаю. С должниками банк Тиньков не церемонится, выбивая деньги через коллекторов. Я даю согласие банку на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в том числе для цели возврата просроченной задолженности. Банк рассылает должникам весьма угрожающие сообщения. Любой человек имеет право на ошибку и на последний шанс. Банк дает вам 24 часа на оплату. Тиньков-банк. Банк намерен предпринять все возможные меры для того, чтобы вы оплатили. Удачи, Тиньков-банк. К своим подчиненным Олег Тиньков относится очень строго и требовательно. Кто-то слил от сотрудников ваше письмо. Вы искали крысу потом? Нашли, крысу нашли. Крыса была расстреляна. Уволили? Да, я по-моему, он сам уволился. Он понял, что он крыса. Также Тиньков не стесняется высказываться пренебрежительно о тех, кто не соответствует его идеалам. Когда я захожу в наш колл-центр, где работают там десятки тысяч людей, я в шоке, сколько там молодых и жирных. Я просто в шоке. Ну, парней в меньшей степени, ну, девки все вот такие там. Витя есть такой, он хохол. Он все время жалуется. Он говорит, ну, что вы эти танки набираете? Я стулья только ремонтирую. Да, все они стулья ломают. Отношение к конкурентам тоже показательно пренебрежительно. Это часть его стратегии, акцентирующей внимание на отличие Тинькова от других банков. Человек сейчас делает все транзакции, едет в метро с 3G, ну или Wi-Fi, все где-то есть. От станции до станции, он делает все банковские операции. А они до сих пор отделение строят. Я не понимаю этих людей. В своей книге «Как стать бизнесменом» Олег Тиньков признается. Я люблю провоцировать, быть провоцируемым, провоцируйте меня. Психологический прессинг, конкуренция и любого рода провокации – это родная и привычная для него среда. Как Тиньков это делает? Яркий пример – его интервью с Петром Осиповым из «Бизнесмолодости». С самого начала Олег ведет себя демонстративно-доминантно. Опаздывает, заставляя себя ждать. Начинает не с проявлений внимания к собеседнику, а с демонстрации собственного офиса и своих достижений. Осипов, в свою очередь, пытается рассказать об успехах «Бизнесмолодости» и впечатлить Олега. Видно, что Тиньков для него значимая фигура. Он был бы рад получить признание от такого человека, но все вопросы и комментарии Тинькова явно выдают его скептическое отношение к словам собеседника. Существуют всякие там акселераторы, там, как они там, слово, где курицы сидят, как это? Инкубаторы, вот, спасибо. У них было 153, они сделали 1 миллиард фигур. Это какая-то игра, типа, что ли? Это реальный день. Типа Mail.ru? И вербально он также активно проявляет скепсис. Мы больше похожи на компанию Netflix, потому что мы анализируем... Олег часто озирается по сторонам, сознательно или нет, демонстрируя желание уйти от неинтересного для него разговора. Иногда он иронизирует, но делает это без улыбки, что не создает впечатление дружеской беседы, а скорее похоже на попытку унизить или показать свое превосходство. Как вы конкретно помогли ему увеличить эту прибыль? Разными способами, постановкой цели, внедрением управленческого учета. Извини за такие вопросы. Не, не, я понимаю. Внедрением управленческого учета, запуском трафика, запуском сайтов. Советами. Не совсем советами. 21 миллион – это серьезная цифра. Серьезно. Нам надо уже пару с вами партнерств. Как мы можем вырасти? Что мы можем сделать, чтобы было больше денег? Потом хлопок и миллиард. Вот так, поняли? Хлопок и миллиард. Этот момент выглядит как полное неуважение к гостю и намеренная провокация. Затем Тинько вообще отворачивается и начинает крутить педали, чем явно демонстрирует незаинтересованность в разговоре. Выглядит на самом деле это очень смешно. Ровно через час сюда приду, буду крутить ровно час. Кстати, впервые я еще ни разу в этот новый зал не крутил. В целом Олег всем видом показывает, что гость совершенно не достоин его внимания. Здесь игра проходит на его территории. Он спокойный, не чувствует угрозы. А провокацию гостя используют лишь для развлечений и демонстрации собственного превосходства. После достижения определенных успехов в бизнесе и получения большого количества ресурсов, их добыча уже, мне кажется, такой сложной для Тинькова и, вероятно, не сопровождается повышенной стрессогенностью окружения. Поэтому начинает формироваться новая стратегия поведения. Демонстративная. Когда ресурсов уже достаточно и, чтобы их получить, не нужно предпринимать больших усилий. Базовые потребности, необходимые для выживания, удовлетворены и нужно пополнять другие. Например, потребность самоактуализации. Третий этап. Индивидуальная гонка. Это можно сравнить с другим видом велоспорта, любимым у Тинькова, индивидуальной гонкой. Где с каждым кругом игрок должен улучшать результаты. А также с гонкой преследования, где один участник должен догнать и перегнать другого. Оба этих соревнования показывают не командную, а индивидуальную победу. Пример этого мы видим в многочисленных скандалах с Тиньковым в медиапространстве. Один из самых громких – разбирательство с ютуб-каналом «Немагия», для которого видеообзор на банкира закончился судебным иском. Авторы канала сделали подробный разоблачительный выпуск про Олега Тинькова, где во многом негативно отзывались о его личности и тактике ведения бизнеса. Тиньков, конечно, растенил это как удар по своей репутации, решил это квать быстро. Он использовал грубую силу по отношению к блогерам, нагнал на них полицию и своих людей. Блогерам устроили обыски, появлялись странные личности, которые хотели якобы поговорить. Очевидно, что Олег таким жестом хотел показать свою силу по отношению к тому, кто ему не угоден. И хотя в последствии Тиньков отозвал заявление, обвинение блогерах в продажности настроило против него большую часть интернет-сообщества. 90% блогеров отказываются от денег, потому что они понимают, что рекламировать Тиньков банк это уже зашквар. В итоге на очень долгое время любое появление Тинькова на ютубе, рекламой его продуктов, вызывало негативную реакцию аудитории и других блогеров. Когда это событие уже вызвало большой общественный резонанс и переросло в скандал, он сменил тактику и предложил прийти к соглашению, чтобы сохранить репутацию. В самом начале этого конфликта Тиньков принял эмоциональное решение. Оно явно было именно эмоциональным, потому что он не предусмотрел последствий от резонанса, которые эта история вызвала в интернете. Он мог говорить все, что угодно, что потери от этого были минимальными. Ютуб не его основная площадка, однако большая часть медийного пространства была настроена против него и, соответственно, против его банка. Однако давайте подумаем, если влияние минимально, как он говорит, то зачем в итоге просить прощения, забирать заявление и заканчивать перемирием? В мире бизнеса есть вещи, которые обязывают думать не эмоциями, а рациональные. И чем больше эмоциональных поступков ты делаешь, тем выше в итоге цена расплаты. Итак, что мы имеем по Олегу Тинькову? Компании, названной в честь самого себя, интервью и книги с автобиографией, все это говорит о его потребности в самоактуализации. Расскажи мне свой секрет, расскажи, как тебе удается оставаться на плаву, торгуя фруктами и овощами. Я, кстати же, первый начал в России торговать овощами и фруктами. Это было где-то в 1994 году, но это уже другая история. На примере основных трех этапов становления мы видим проявление качеств личности. Профессиональную стрессовую устойчивость, психологическую силу и высокую способность к конкуренции с элементами демонстративного поведения. Но есть и обратная сторона. Стрессовое окружение, которое сформировало Олега, выработало в нем достаточно эмоциональную и агрессивную тактику поведения. Он буквально сам поддерживал для себя такую среду, которая в итоге могла отразиться и на здоровье. Бизнес сам по себе не пляж для отдыха, ведь ты практически всегда находишься в состоянии стресса. В марте этого года Тиньков сообщил о том, что у него найдена острая форма лейкемии. А в начале апреля покинул пост председателя совета директоров Тиньков Банка. В июле Олег перенес операцию по пересадке костного мозга и сейчас восстанавливается. Тиньков осознает свое тяжелое положение. Даже в Инстаграме его риторика и контент поменялся. У него повысился уровень эмпатии, он стал более чувствителен, рассудителен. Он основал фонд семьи Тиньковых и планирует поджертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развития института донорства. Возможно, этот тяжелый период изменил его отношение к жизни, заставит немного замедлиться и перестать видеть жизнь как поле боя. Человеку, у которого сформировалась такая модель поведения, измениться помогают только критические моменты, когда прижимает и мир переворачивается с ног на голову. А наблюдателю со стороны редко помогает чужой опыт. Мы никак не можем повторить чужой путь успеха. И надо ли? Смотря на достижения других, нам кажется, что им везет, все дается легко и просто, и что их жизнь – сплошной праздник. Но мы никогда не знаем подробностей про обратную сторону этого успеха и богатства. Глядя на чужие ошибки, мы также не можем предотвратить свои. Всегда кажется, что что-то плохое происходит с другими и нас не коснется. Но, возможно, есть хотя бы небольшой шанс, что это видео даст вам пищу для размышлений. Поделитесь своими мыслями в комментариях. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.